Открытие региональной выставки конкурса «Юные дарования» прошло в областной научной библиотеке имени Пушкина. Она посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского и 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. Свои работы представили 157 учащихся детской художественной школы и художественных отделений детских школ искусств Магаданской области. Софья Дружинина учится в детской школе искусств в посёлке Сокол. Юная художница мечтает в будущем связать свою жизнь с искусством. Свои работы ученица готовила разное количество времени. Ну, бывало, что по четыре дня я их рисовала, по пять дней. Бывало, что за два дня, ну или за один день. Ну, вообще, я очень хочу очень красиво рисовать. Я ещё дома, бывает, что рисую что-нибудь. Фломастеры, карандашами или красками. На выставке представлено 156 работ. Некоторые из них коллективные. Поучаствовали в конкурсе ребята от 6 до 18 лет. Лучших юных художников определят в номинациях. Станковая композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура, рисунок, живопись и компьютерная графика. Председатель жюри конкурса поздравил участников и дал начало конкурсу. Вас я поздравляю. Это достаточно получилась интересная выставка, экспозиция. Тема, конечно, очень серьёзная. И вот тема 20-летия Фёдора Михайловича Достоевского, да, ребёнку 6-9 лет, например, по этой теме достаточно сложно что-то сделать. Да, не 6-9 лет, да, и мне бы сложно было сделать. Поэтому в данном случае большая роль, конечно, зависит от преподавателя, как поставить задачу. Организаторы выставки отметили, что участники даже достоверно изобразили русского полководца Александра Невского. Юные художники показали его и во главе своего войска. Некоторые работы ребята создавали по мотивам жития Александра Невского. Основные критерии оценивания работ, помимо попадания в тему, соответствия теме, ну, естественно, создание художественного образа и художественная составляющая была, конечно, очень важна. Вот, значит, темы достаточно сложные, особенно, они не только для детей сложные. Если бы дали такое задание взрослым художникам, это тоже было бы достаточно непросто, потому что Фёдор Михайлович Достоевский достаточно непростой писатель. Лучших художников в каждой номинации и возрастной группе объявят на торжественном закрытии выставки конкурса. Она пройдет 1 апреля в 12 часов в областной научной библиотеке имени Пушкина. После закрытия конкурса председатель жюри Илья Репин проведет для ребят работу над ошибками и поделится профессиональными знаниями в области искусства.